Парк Чебоксарского троллейбусного управления пополнился новыми машинами. Два троллейбуса поступили еще в начале года и почти готовы выйти на линию. Еще два приняли на днях. Ольга Григорьева и Андрей Спиридонов узнали, на каких маршрутах будут работать новые троллейбусы. Все сделаны на московском троллейбусном заводе. В городе уже ездит транспорт, его производство. Покупка не из дешевых. Одна такая машина стоит 3 миллиона 750 тысяч рублей. Но все же это так называемый бюджетный вариант. Специалисты говорят, что новый, более современный троллейбус сейчас стоит дороже около 7 миллионов рублей. Тем не менее, поступившие машины успели зарекомендовать себя, рассказывают в руководстве управления. Причем модели немного усовершенствованы. Имеет рамную конструкцию. В общем-то, никаких изрядов он особенностей не имеет по сравнению с тем подвижным составом, который сегодня выпускаем на линию. Единственное, что вы видите, можно наблюдать наверху, это часть электрического оборудования, которая полагалась подполнена, что не очень, так сказать, бывает удобно для обслуживания. Значит, помещена на крышу троллейбуса. А далее вот то, что за счет рамной конструкции и конструкции на фермах. У нас такое есть профессиональное слово. В общем-то, кузов, он более, так сказать, долговечен и надежен. Приобретению троллейбусники рады. Все пять машин город получил в рамках федеральной программы обновления подвижного состава. На условиях софинансирования. 80% расходу взял на себя федеральный бюджет, 20% городской. Словом, троллейбусному управлению не пришлось тратиться. Хотя в истории предприятия бывало, что обновлять машины приходилось за собственный счет. Между тем, парк троллейбусов давно просит не просто ремонта, а замены. На сегодняшний день Чебоксатское троллейбусное управление испытывает большие проблемы по замене подвижного состава. На сегодняшний день более 100 машин требуют замены на сегодня, на текущий момент. Значит, если бы, так сказать, не имея своих ремонтных мастерских, мы не смогли бы поддерживать то состояние техническое, которое сегодня вы видите все на улицах города. Через неделю должен поступить еще один троллейбус. Все новички обязательно проходят обкатку и предрейсовую подготовку. Ну а потом выходят на линию. Новые машины собираются пустить по четвертому, двенадцатому, девятому, пятому, а также первому маршрутом. Ольга Григорьева, Андрей Спиридонов, Республика.